Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. В день памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина поклонники его таланта собрались около литературного музея «Дом языковых». Для ульяновцев это значимое место. Поэт посетил этот дом в 1833 году. Здесь жил его друг, поэт Николай Михайлович Языков. В современном Ульяновске решили увековечить память великого поэта. И в 2005 году около музея был установлен бюст Александра Сергеевича Пушкина. С тех пор ежегодно в день памяти, в день его рождения, к памятнику возлагаются цветы. А поэты читают стихи Пушкина и стихи, посвященные ему. По снегу, по серому снегу, он мчится сквозь сплетен метель. И знак ему посланный с неба, в земной пропадает чете. По снегу, по красному снегу, он силы теряя ползет, надеясь в бреду ли, во сне ли, что ангел-хранитель спасет. В музее открыли выставку «Дорога к Пушкину», на которой представлены работы, выполненные в технике литографии. Это выставка студентов Московского института печати. Они в 2007 году первый раз побывали в Михайловском, и потом их творчество вылилось в эту выставку. Выставка приехала к нам оттуда, из Михайловского прямо, и она экспонируется практически первый раз в другом музее. Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Пушкина-Михайловская расположен в Псховской области. Собственно, Михайловская – это земля, которая была пожалована императрицей Елизаветы Петровной, арапу Петра Великого Аврааму Ганнибалу. На усадьбу заложил в 18-м столетии его сын Осип Ганнибал, дед Пушкина. Пушкин, приезжая сюда, в том числе в ссылку в 1824-1826 годах, застал дом уже весьма ветхим. И, может быть, поэтому он часто называл его ветхой лачушкой, или скромной семьи моей обителью. Но между тем, сколько любви в этих словах, сколько чувства. В Михайловском создано около ста произведений поэта, такие как «Трагедия Борис Годунов», центральные главы романа Евгения Онегин. Последний раз поэт приехал сюда в апреле 1836 года, на несколько дней, по печальным обстоятельствам. Хоронил в Святогорском монастыре умершую в Петербурге мать, Надежду Осиповну Пушкину. Через несколько месяцев, 6 февраля 1837 года, друзья хоронили рядом с матерью тело погибшего на дуэли Пушкина. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Олправда ТВ.